Реализация схемы с перехватом аккаунтов финансово-эффективна для злоумышленников. Поэтому атаки будут происходить и дальше. В первую очередь нужно использовать свое критическое мышление. Сохранить хладнокровие, а не спешить оценить ситуацию. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр Дроздов. Сегодня с Ярославом Каргалевым мы продолжаем обсуждать тему мошенничества в интернете. В первой части нашей беседы мы уже обсудили рост киберпреступлений и поддельные сайты продажи онлайн-билетов. А сегодня мы хотели бы обсудить, как мошенники используют социальные сети и мессенджеры. Ярослав, как определить фейковую, мошенническую страницу аккаунта социальной сети и не попасться на уловки мошенников? Ну, давайте я сначала расскажу вообще про того, как это вообще осуществляется, как это работает. Вот само по себе мошенничество в социальных сетях, в любой популярной соцсети, в Инстаграм, неважно, оно основывается на двух основных подходах. Первый, и наиболее распространенный, это использование действительно поддельных фейковых аккаунтов, селебрити, известных лиц, популярных брендов. И вот за счет имени популярных лиц и брендов мошенники добиваются доверия жертвы. Они используют базы тех, кто уже подписан на реальный аккаунт, допустим, звезды. Таким образом формируется лояльная аудитория для заманивания на фейковый ресурс. А дальше идет классический развод, замаскированный под розыгрыш, под опрос, цель которой является либо денежные средства, либо данные банковской карты жертвы. Второй способ, это когда взламывается реально популярный аккаунт. Ограничивают доступ владельцу аккаунта и размещают от его имени какую-то информацию. Розыгрыш, опрос, ссылку, например, на мошеннический ресурс. Как правило, в 99% случаев взламывают аккаунты с помощью того же самого фишинга. То есть жертвы владельцу подсовывают ссылку, которая выглядит как ссылка на Инстаграм. То есть если присмотреться внимательно на местный Инстаграм, будет написано там Инсталграм, либо Инсталгран, еще что-нибудь, где ей нужно перелогиниться. И вот такая невнимательность обойдется владельцу аккаунта очень дорого. Конечно, существуют способы восстановить доступ к угнанному аккаунту, но это все, как правило, требует времени, иногда значительного. Но это достаточно мошенникам, чтобы полностью реализовать свою схему и обмануть максимальное количество, возможное количество подписчиков. И вот нами в 2019 году было тоже проведено исследование, где было установлено, что выручка мошенников на фейковых рекламных онлайн-акциях, якобы от лиц селебрити или результате их взлома, составляла на тот момент более 500 миллионов рублей ежегодно. И сейчас можно сказать с уверенностью, что сумма в этом году будет значительно больше. Как защититься от такого рода мошенничества? Ну, здесь, опять же, как и во всех других случаях, в первую очередь нужно использовать свое критическое мышление. То есть, если вы видите, что какая-то звезда, какой-то популярный бренд начинает внезапно распространять ссылки, писать про какие-то нереальные выигрыши, ну, нужно понимать, что не бывает какой-то там легкого заработка в интернете. И все акции, они всегда публикуются и на официальных каналах. То есть, если вы видите, что какое-то известное лицо с непонятного аккаунта начинает предлагать вложиться в какой-то его проект, ну, зайдите, посмотрите на его официальную страничку. Как правило, если это будет действительно так, то на официальной странице об этом будет информация. И лучше, конечно же, не спешить с этим, лучше подождать, посмотреть, что вообще происходит. Потому что, опять же, мошенники будут использовать факт. Ну, то есть, они будут делать все так, чтобы жертва не подумала, что она делает, не подумает, куда она вкладывается, в какую историю она попадает. То есть, тут главное сохранить хладнокровие, а не спешить оценить ситуацию. Тогда вы в 99% случаев не станете жертвой такого мошенничества. Здесь также интересная тема и с Телеграмом. Такая вот схема со взломами набрала популярность в ноябре. Вот мы с ноября начали видеть масштабные попытки атак на владельцев крупных каналов. Только здесь используется немножко другой подход. Здесь основная цель у атакующих – это получить доступ к админской учетной записи канала. Программная архитектура Телеграма устроена таким образом, что, чтобы получить доступ к учетке, можно просто похитить конфигурационные файлы Телеграма, хранящиеся на компьютере, с помощью которого был выполнен вход в Телеграм. И завладев этим конфигурационным файлом, взломышленники могут воспроизвести сессию и получить доступ к админскому аккаунту. Как правило, для этого используются вредоносные программы класса стиллеры, которые продаются на подпольных хакерских форумах в Даркнете. Как, собственно, происходит такая атака? В последнее время владельцу канала личным сообщением приходит коммерческое предложение на размещение рекламы у него в канале. В последнее время злоумышленники представлялись рекламными менеджерами популярных образовательных платформ и якобы хотели клонировать свои курсы. Если владелец шел на разговор, в итоге ему кидали архив, в котором содержался сам рекламный материал, рекламный договор, а использование именно архива должно было замотивировать владельца канала использовать компьютер. И в случае, если использовалась операционная система Windows, семейство, то при открытии этих файлов из архива происходило заражение компьютера, в результате которой вредоносная программа автоматически проверяет наличие Telegram среди запущенных процессов, получает расположение конфигурационных файлов Telegram, которые затем автоматически отправляются злоумышленнику. Злоумышленники, в свою очередь, получив эти файлы, сразу же пытаются получить доступ к аккаунту и в случае успеха закрывают сессию реального владельца, получая полный контроль над каналом. Далее их основная цель – это просто размещение рекламных постов различных серых или откровенно мошеннических проектов. То есть они, опять же, пользовались авторитетностью канала, вводя в заблуждение подписчиков. Ведь не может внезапно админ канала сотнями тысяч подписчиков начать рекламировать что-то нехорошее. Единственное, что могло спасти владельцев от такого угона – это использование паскод на самом приложении Telegram. Ну и, конечно же, использование какой-то любой другой операционной системы. После того, как информация о таких атаках распространилась в интернете, в частности, в Telegram-сообществах, мы заметили спад таких атак. Но это не говорит о том, что они полностью прекратились. Реализация схемы с перехватом аккаунтов финансовоэффективна для злоумышленников. Поэтому атаки будут происходить и дальше, просто будут меняться подходы к их осуществлению, как мы это обычно и наблюдаем. Поэтому владельцам аккаунтов любых публичных страниц, где у людей большое количество подписчиков, нужно всегда осознавать эту угрозу и всегда оставаться на очку. Ярослав, активно ли участие принимает служба безопасности сервисов приложений в обеспечении защиты своих пользователей? Достаточно ли используются средства и механизмов для снижения мошенничества в этих сервисах, в мессенджерах? Да, конечно, как, если не служба безопасности, знать о данной угрозе. И, конечно же, они пытаются противодействовать всем различным этим способам. Но здесь, опять же, что такое безопасность? Безопасность – это всегда компромисс между какой-то сложностью и легкостью использования сервиса. Конечно, служба безопасности могла бы наградить огромное количество барьеров, и после чего люди бы просто, ну, они бы заметили отток клиентов, потому что, ну, слишком сложно, слишком сложно залогиниться, слишком сложно, там, держать в голове, там, длинные пароли и тому подобное. Нелегальную активность со стороны, там, поддельных аккаунтов, я знаю, что служба безопасности тоже проводит. Но ввиду того, что это достаточно массовая угроза, достаточно большое количество сейчас таких аккаунтов возникает, что просто служба безопасности не успевает за этим. То есть пытаются использовать лично автоматизированные истории. Мы знаем, опять же, на некоторых популярных площадках запускаются личные пилотные проекты, они тестируют эти истории. Это есть такие механизмы, но часть из них еще в разработке, часть из них достаточно сложны для обычного обывателя. Тут, опять же, соответственно, накладывается больше на владельцев аккаунта. Нужно соблюдать обычные правила цифровой гигиены, то есть обновлять программное обеспечение, использовать сложные пароли, менять их изредка, использовать на каждый сервис разные пароли. И тогда уже вы становитесь некой неприступной крепостью для большинства злоумышленников. И они просто вас, в очередной раз пытаясь вас атаковать, просто обойдут вас. Потому что, опять же, у всей такой киберпреступности у них есть такой свой KPI, они все финансово мотивированные. Если они понимают, что на этот объект они потратят больше времени, чем обычно, они просто сконцентрируются на атаках другого объекта. Ну и, конечно же, в любом, вот это просто реально в любом интернет-сервисе, в том числе в почте, у вас должна стоять двухфакторная аутентификация. Например, через SMS, а еще лучше через какое-нибудь отдельное приложение, например, Google Аутентификатор. И если сервис в 2021 году не позволяет использовать двухфактор для входа, то лучше вообще не пользоваться этим сервисом.